Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили в Хабаровске. Получить образование и найти выпускникам работу помогает ресурсный центр, созданный на базе Тихоокеанского университета. Что такое карьерное сопровождение особых студентов, выясняла Софья Коренева. 9 лет назад в автомобильной аварии Андрей Варивода повредил позвоночник. С тех пор в инвалидном кресле, но все так же любит водить машину. Ручное управление мне подарили, оно японское, чисто японское. А установил я все сам. Я сначала пошел на разведку, узнал, как, чего. Ну, конечно, он не знает, он первый раз здесь. Проверять, как Андрей Варивода будет передвигаться по зданию педагогического института ТОГУ, сначала идет его отец. После 9-летней реабилитации мужчина поступил в Тихоокеанский государственный заочно, сразу на нефтегазовое дело и муниципальное управление. Сегодня пришел на встречу, организованную ресурсным учебно-методическим центром университета, одна из задач которого – помощь в трудоустройстве выпускников с особенностями по всему Дальнему Востоку. Поэтому я сюда и приехал узнать. Добрый день, уважаемые гости. В кабинете ресурсного центра оборудования для обучения слабовидящих и слабослышащих. В этом году вузы края поступили в полтора раза больше абитуриентов с особенностями. Сотрудники организации помогают школьникам выбрать специальность, решить насущные вопросы студентам, как заселиться в общежитие, либо организовать учебный процесс, а вузам адаптировать учебные программы. Наше общество стало более толерантным. И в нашем обществе культура инклюзивного образования стала развиваться. О ней стали говорить. Тем не менее, работодатели чаще трудоустраивают людей с инвалидностью по квотам. Закон обязывает предприятия с численностью от 35 человек квотировать рабочие места для этой категории граждан. Но нередко эти рабочие места не соответствуют тем гражданам, которые к нам обратились в поисках работы. То есть, бывают ситуации, когда граждан не устраивает, допустим, транспортная доступность рабочего места. Наличие высшего образования значительно расширяет возможности трудоустройства. Например, Наталье Дерюгиной не помешал устроиться на работу рост 137 сантиметров. Женщина перестала расти из-за перенесенного ДЦП. Теперь работает в пенсионном фонде. Получается, когда высоко, я прошу коллег, они мне помогают достать документы. Средняя зарплата людей с инвалидностью в регионе – 35 тысяч рублей. На встрече Андрей Воревода попросил уточнить представителя комитета по труду и занятости, сохранит ли он в случае трудоустройства свою пенсию. Сказали, перезвонят, узнают этот момент. В Хабаровском крае работает только каждый четвертый человек трудоспособного возраста с инвалидностью.